Сенхай! С вами Южный, и сегодня мы играем с вами в Япи Сайко. Продолжаем третий выпуск по этой игре, и я прям жду, не дождусь, что там дальше-то произойдет. Продолжаем. Так, Офис Брайана, это самый последний сейв, который мы сделали. Блин, столько всего неожиданного и трагичного и загадочного произошло в прошлый раз, что я все забыл. Поэтому мне нужно срочно посмотреть. Давайте, что у нас? Молотые. Есть форма. А, теперь нам нужен библиотек. Все, я понял, я ухожу. Я пошел. Я пошел. Пока. Так, 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 так. Вот. Все. Да, я просто переключился на геймпад, чтобы вы понимали. Поэтому, возможно, буду путаться в клавишах. Идем в библиотеку. Уйди от меня, зомби-человек. Итак, седьмой, да, седьмой. Окей, хорошо. Это седьмой. Мы идем в седьмой этаж. И все-таки не понимаю, как человек до сих пор не ушел. Возможно, где-то... Ну, не ушел с работы. Я думаю, где-то он внутри чувствует, что это его предназначение. Не зря же... Не зря же... Его выбрали на это. На эту роль. Хотя, знаете, когда ты... Мне кажется, когда ты получаешь... Такое письмо, где тебе говорят, допустим, Ты там самый-самый подходящий... Кандидат на эту роль. И ты приезжаешь на десятый этаж, на самый верх. Ты где-то внутри такой... Испытываешь, наверное, какую-то интригу. Мол, блин, ну... Не каждого? Не каждого на десятый этаж звали, да? Ладно, да. Ой, какие сейчас поудобнее сяду, потому что чувство будет жесткое. Мне нужно не упасть со стула. Мы проникли в библиотеку. Тут труп, ну, естественно. Почему бы и нет? Можем взять фонарь? О, мы... Вы можете быстро экипировать или убрать вещи с помощью... Эээ... ЛТ или РТ. Хорошо. Пока ничего не могу экипировать. А-а-а. Хорошо. Мне кажется, это РБ было. ЛТ. Ну, не важно. Есть записка, которая гласит, фонарик почти разряжен, но все еще работает. Ага, мне нужны батарейки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фонарик перестань. Батарейки. А, это мы все прочитали. Ладушки, ладушки. Что это? Вы получили красную книгу. Это красная книга. Страницы пустые. Угу. В чем прикол? А, черт. Они специально это сделали, да? Это книжный стенд. Они по-любому специально это сделали. То есть, скорее всего, мы не будем... Что это? Можно толкать. Окей, хорошо. Они сделали это, чтобы мы не могли все нормально родить. Смотрите, мы можем либо сюда толкнуть, либо... И все, да? Туда-сюда, получается. Не знаю, для чего это нужно. Здесь свечка. А, побежали. Давайте не будем ходить. Надо бегать. Это оно? Здесь зеленая книга. Но я не могу ее взять. Стеллаж закрыт. А фонариком разбить нет? Миссис Труп, как у вас дела? Подскажите мне, что делать? Вы получили три батарейки. Да, детка! Здесь нет ничего интересного. Все-таки мы можем заправлять фонарик. Я думаю, он просто будет таким туском всегда. А вот и оно, да? Это пиде стало с кнопкой. Нажать на нее? Погодите. Прежде чем мы на нее нажмем... Давайте посмотрим, что это такое. Во-хо-хоу! Так, один, два... Стоп! Тут нету единиц. Есть два... Семь... Ой, господи, двенадцать... Восемь... И сова закрывает еще один медальон. Ну ладно, давайте нажмем. Попси-допси! Нет! Быстрей! Ух ты ж, блин! Так, как инвентарь открыть? Вот. Ты что, ну, сникерс давайте скхаваем, скхаваем. Есть. А еще сэндвич? Нет. Просто попьем. Очень мало. Очень мало хп установили. А, знаешь, что здесь? Это книжный стенд. О! Вот сова! Отодвинуть! Стоит ли взять эту книгу? Ну, конечно же, стоит. Вы получили желтую книгу. Желтая книга, кстати, как раз-таки на картинке сова ее закрывала. Что? Это что за алтарь? Ничего, записка. Записка нечитаемая. А-а-а-а... Смотрите, еще одна сова! О-о-о-о... А-а-а! Все, я понял. Теперь нужно взять книгу красную. У нее был двойка. Двойка, двойка, двойка. Бежим к двойке. Двойка, вот она. Это книжный стенд. Я правильно... Давайте попробуем сделать вот так. У нас есть книга красная. Использовать. Вы использовали красную книгу. А еще какая у нас есть книга? Желтая. Мы ее только что взяли. Все, я понял. Как только мы все... Может быть тогда стоит обратно эту книжку положить? Только вот непонятно, что там за число было. Давайте положим эту книжку обратно. Не знаю, просто... На всякий случай. Так, вы использовали желтую книжку. Хорошо. Теперь пойдемте на... Число три... Ой, господи, тринадцать. Восемь. Так. Кстати, вот двенадцать. Это у нас должна быть какая книжка? Какого цвета? Зеленая. Мы где-нибудь находили зеленую книжку? Или нет пока еще? Не понимаю, для чего вот эта катается. Ого. А-а-а! Ну-кась, ну-кась. Вот. Я понял, как это делается. Сейчас сова просто снесет здесь все. Разнесет в хлам. Пошла сова, давай. Твой выход. Гули-гули, молодец. И это зеленая. А зеленая как раз-таки у нас была, но на... На двенадцати, да? Забыл. Да, на двенадцати. Все правильно. Так, хорошо. Ну что, изменилось что-нибудь? О, мы убрали. Чуть-чуть, я понимаю. Я ничего не понимаю. Ну да ладно. Че-то мы тут еще не нашли. А, вот. Вот синяя книжка. И она у нас... Дайте вспомнить. На... На восьми, да. Вот тут. Сюда. Переключился опять на клавиатурную мышь. Все-таки это удобнее здесь. Что с тобой надо делать, сова? Значит, я немного не врубаюсь. Может быть, надо поставить на нужную цифру? Давайте отодвинем. Вероятно, она вообще здесь не должна быть. Смотрите, опять сова появилась. Я ничего не делал, но сова появилась опять. Она появилась, как только я вот эту книгу убрал. Смотрите, сейчас я опять поставлю. И сова должна исчезнуть. Нет, она здесь. Погодите. Вот я ее подвинул. Она исчезла. Что если мы вот эту толкнем? А, эту можно не толкать, поскольку это даже не сова. Ну-ка. Раз, два, три. Отодвинули. Толкнули. Она закрыла собой... Нет, не закрыла. Тогда в другую сторону надо толкнуть. Оп. Вот еще одна сова, которая закрывает 15. Блин, ну, может быть, сюда поставить что-то надо. 15. И 13 закрывается сейчас. Во! 13! Желтая на 13 должна быть. Хорошо, берем. Вы получили желтую книгу. Давайте пихнем ее на 13. Так, хорошо. Использовать. Проверяем. Значит, 2, 8, 12, 13. 12, 13, 8 и 2. Теперь, когда я нажму кнопку, должно что-то получиться. Да. Есть! Все, мы решили. Мы решили. Отлично. Какие здесь крутые загадки. Это просто шедевры. Давно такого интересного, знаете, такого подхода к загадкам не было. Я вот со времен Сайлент Хилла 2 скучал по таким загадкам. Это письмо. В нем написано. Друг мой, я бы не стала верить ни единому члену этой компании. Особенно сейчас, когда она уничтожает сама себя. Любой может быть одним из ее детей. И нет возможности это проверить. Можно верить только нам троим. Подпись А.М. Ну, как-то, знаете ли, что-то мне не вызывает доверия к вам троим. Тем более, там написано А.М. Кто это? Третий там. Какая буква у него? Вы получили лист, видим, на бумаге. Эта записка в ней написана. С кинжалом в лапах ворона. Я надеюсь, что кошмар закончится. Теперь я оставляю тебе отчет о прогрессе. О его прогрессе. Подпись А.М. Патюнчик. Здесь ничего нет. Это письмо. В нем написано. Вы не могли отправить новости еще хуже. Мы должны спрятаться как можно скорее и стереть любые упоминания наших имен. Если она узнает наши личности, мы обречены. Подпись А.М. Ой, опять еще раз, секундочку. Че-то как-то некомфортно. О боже мой, что это? Про стен отказала. О! Чувак в паутине. Это оно? Это... Это существо читает книгу? Может ли она быть? Молот ведьм. Да, берем. Мистер Мумия, если вы не против, то я заберу книгу. Пожалуйста, не оживайте. Вы получили молот ведьм. Наконец-то. Я могу отнести ту проклятую книгу Синтри и потом свалить отсюда. Но сначала мы, конечно же, сохраним нашу душу. Фотокопия души выполнена. Здесь песняка пороемся. Нет. О, смотрите, дучок. Вы получили две батареечки. О-хо-хо. Побежали. Никто? Никто не нападет на меня? Ладно, я, конечно, не настаиваю. Я очень даже рад, что вот как-то так все легко. Нет. Привет. О! Я не могу позволить взять любимую книгу старика. Черт. Черт. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Гоу-гоу-гоу-гоу. Дверь заблокирована. О, боже мой. И что? Что ты предлагаешь мне, игра? Блин, дверь заблокирована. Хорошо. Там паутина. Мы можем сжечь? Понял. Я понял, что нужно сделать. Вон оно. Давай, 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 беги. Всади. Хрена сдува. Оно не будет, да, вот так поддаваться? Как больно. Стой. Стой, стой, стой. Вкусный сэндвич. Вкусный сэндвич. Побежали, 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 побежали. Давай. Нет. Не смог. Вау, мины. Вот это неожиданно. Этот тварик оставляет? Попробуем еще раз толкнуть. Ха-ха-ха. Да уж. Все, он высрал еще одну мину. Как же быть, как составить его? Давайте попробуем. Раз, два, три. Давай. Это не работает? Да, блин, я забыл про мину. Да, что ж такое? Все, дайте мне умереть спокойно. О, блин. Ладно, что у меня есть в инвентаре, что способно остановить это зло? Например, сначала вот это можно сделать. Можно сделать, использовать. Хорошо. А, ты здесь? Что ты здесь делаешь? Мину откладываешь, значит, да? Смотрите. Ну, как мне быть-то? Кстати, куда ты делаешь-то тележка? Да, что б тебе. Все, сдох. Ну, ничего. Это даже лучше так продолжить. Нет, это точно стоп-удобно не работает. Что ж туда делать? Да. На. Нет. Опа. Ага. Я понял. Он сам должен запарываться на своих же собственных минах. Давай. Нет. Я понял, как это делается. Сейчас мы тебя нахлобучим, дружище. Вот. Спи. Нет. Блин. Черт. Чуть-чуть, чуть-чуть оторваться надо. Хорошо. Вот так вот удобно положил мину. Умничка. Скорей. Еще один круг. Сюда, сюда, сюда. Сюда, паучище. Тварь ты неземная. Ау. Тут я плохо. Атака. Ха-ха-ха-ха. Быстренько сожрем тот сэндвич. Хорош. И еще раз. Не успеем, не успеем, не успеем, не успеем. Кружочек круга ля дадим. Хитро, хитро, мистер паук. Хитро. Кацанюль. Есть. Устал быстрей. Устал быстрей. Ушел. Похоже, он исчез. Он просто деликатно открыл дверцу. У-у-у. Сложно так понять, как с ним сражаться, пока вот... У-у-у. В данный момент мне не нужен фонарик. Я не буду его включать, чтобы не израсходовать батарейки. Хорошо. Ну что ж, пойдемте на пятый этаж. А что на шестом этаже-то непонятно. Никого нету. Да сиделись. Ладно, Синтра, пофигу. Здоров. Вот книга. Вы использовали молот-ведьм. Великолепная работа, мистер Пастернак. Нет, больше никаких, мистер Пастернак. Что-то не так? Послушай, Синтра, я только что встретился лицом к лицу с роботизированным пауком-человеком, который кидал бомбы из глаз. И там была мумия в темноте. И... И... И это все не для меня. Я не подхожу для всего этого. Я думал, что это будет обычная офисная работа. Проверка бумаг и поход за кофе в середине дня. Я понимаю ваши чувства, мистер Пастернак. Мы осознаем, что это непростая работа и то, что у вас есть особые обязанности в компании. От лица Синтракорп я хочу выразить нашу полную уверенность в ваших способностях. Также я хочу проинформировать вас, что я лично вижу в вас большой потенциал. Тот факт, что вы нашли книгу, доказывает это. Спасибо огромное. Позвольте вам напомнить, что ваши труды не останутся незамеченными в Синтракорп. В качестве награды за ваши труды вы получите премию в размере 1000 кредитов, которые я переведу на ваш счет. Баблом заманиваете, значит, меня, да? Я куплюсь, конечно же. Если вы пожелаете, то давайте взглянем на содержание книги. Сейчас он будет думать, ну в принципе я выжил, получилось. И душа скопирована, поэтому деньги-то неплохие. Ага, интересно. Чтение завершено. Быстро. Это книга из 15 века, созданная с целью опознания и охоты на ведьм. Язык немного изменился с того времени, я расскажу о важных деталях. Может мне самому стоит ее прочитать? А то она может и нагнать. Первое. Где найти ведьму? Ведьма обычно скрывается в местах, которые имеют для них особое значение или связаны с их жизнью. Хотя их убежища обычно удалены от оживленных мест. Благодаря их человеческой внешности они могут влиться в ближайшее сообщество практически без проблем. А че вот книга у них в офисе, почему они сразу ее не взяли? Это какой-то... В чем прикол? Я не понимаю. Почему она не прочитала ее, там не знаю, или кто-нибудь другой до меня не мог... Я... Странно, да? Это все очень странно. Словно Синтеркорп это просто отдельный мир, в котором все и ведьмы, и там царство, и королевство, и прочее говно вот прям в этом здании живет. Второе. Как распознать ведьму? Ведьмы это женщины, заключившие пакт с дьяволом. Они совершают и манипулируют... А, совращают и манипулируют мужчинами. Крадут детей, чтобы вырастить их, как своих собственных, и летают на метлах. Хотя они проводят большую часть своего существования в одиночестве. Обычно у них есть приверженцы или последователи. Тут прям классические ведьмы получаются. Среди них есть так называемые духи-фамильяры, животные-компаньоны, которые выполняют их приказы. То бишь, совы? Любая женщина может быть ведьмой, так как их сила трансмиграция? Возможность поменяться телами с другой женщиной. А-а-а. Короче, Хьюго вне подозрения, да? Но может ли же мужчина стать? Не может, судя по книге. И, наконец, как убить ведьму. Хотя огонь является самым эффективным способом уничтожить большинство ведьм. Цвета Инквизиция. Ходят истории про особо мощных ведьм в истории, которым пламя не страшно. Судя по моим записям, нашу ведьму сожгли живьем несколько десятилетий назад. Так что этот этап уже пройден у нее, ей пофигу. Но ее проклятие продолжило распространяться по компании. В соответствии с книгой, единственный способ положить конец самым мощным ведьмам использовать особый ритуальный кинжал Атом. Это оружие с великой силой также обладает эффектом барьера, ограждая носителя от ведьм. Все это звучит как сказка. Что вы имеете в виду? Ну, все знают, что ведьмы не существуют, а если бы они действительно существовали, я не думаю, что они полетели на метле. У них нет аэродинамичности, а также это очень неудобно. То есть ты хочешь, чтобы я расспрашивал женщин в компании и пытался заколоть их ножом? Я уверен, что это убьет не только ведьм, но и обычных людей. Понятно, действительно понятно, что что-то странное происходит в этой компании, но я очень сомневаюсь, что проблема будет решена использованием руководства по охоте на ведьм 500 лет недавности. Разве ты не видишь, что во всем этом нет смысла? Что ж, извини, но я не собираюсь ради этого подвергать свою жизнь опасности. Снова. Я просто пойду в свой офис, посижу на стуле и больше никого не буду беспокоить. Вы и так сейчас сидите в своем офисе. Что это было? Запланировано событие. Покиньте сессию как можно быстрее. Брайн, запомните, никому не раскрывайте, кем вы работаете. Окей, стоп. Ты назвала меня Брайаном? Чё такое? Чё такое? Полковник Дюмонт. Ну ты, почему ты ещё здесь? Я? Я? О, Монду. Неси свой зад в зал совещаний. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Кто вы такие? Мы низшие из низших. Сомневаюсь. Кто вы такие? Мы мусор. Задница моей лошади пахнет лучше вас. Вы дерьмо. Но кем вы должны быть? Лучшими. Кем? Лучшими из лучших. И как будто я в связной снова устраиваюсь работать, честно. И как вы собираетесь добиться этого? Добиться этого? Усердной работы. Мне не нужна ваша грязная работа. Что вы ещё можете предложить? Наша кровь. Ну да. Посмотрим, мистер Хьюго. Подойди ближе. Хьюго, кто ты такой? Я низший из низших. Что ж, я не знал, что ты низший. Что низшие пахнут, как канализация. Это потому, что я мусор. Это больше тебе подходит. Но кем ты хочешь стать? Лучшими. Что? Лучшими из лучших. Вижу. И как ты хочешь этого добиться? Усердной работой. Кошмар. Но ты бездельник, мистер Хьюго. Что ты ещё можешь предложить? Свою кровь. Хорошо, хорошо, хорошо. Можешь вернуться на место. Сегодня я хочу поговорить с вами о чём-то очень важном. О легенде, которую вы все знаете. Я хочу поговорить с вами о ведьме. О боже. Ведьма среди нас. Собраться. И она приняла форму женщины. Собраться? Не знаю. Я не считаю себя сексистом. Но это так. Это факт. Она может быть той леди, с которой вы общаетесь о погоде в лифте. Девушку, с которой вы пьёте кофе. Одалживайте пенс... Пенс? Пенс? Или посылайте факс в трёх экземплярах. А твой конь, это конь или лошадь? Мм? Но, полковник, все знают, что ведьмы выдумки. Ах ты ведьма, сжечь её! Ах, да? Да? Давайте я расскажу вам о том, что произошло со мной пару недель назад. Мы с Дадой были в столовой. Разговаривали с друзьями. Перекусили. Пятнадцать минут заслуженного отдыха. Потом я понял. Каналья! Прошло более получаса, как мы пришли сюда. Нам пришлось мчаться обратно на работу. Нам не платят за то, что мы пьём кофе. Мы влетели в лифт и нажимали на кнопку нашего этажа в надежде, что эта адская машина будет двигаться. Быстрее. Лифт поднимался и на наш этаж со скоростью черепахи. И незадолго до того, как двери открылись, тысяча чертяй. Лифт сломался. Как бы мы не нажимали кнопки, двери не открывались. Я тщетно пробовал нас всех успокоить. Такие проблемы случаются. Надо немного подождать, чтобы Лифт снова заработал. Но по правде, мне это не удалось. Моё желание вырваться оттуда и достичь своего рабочего места увеличилось с каждой секунды. Я видел, как Дада страдал не меньше моего. Потом моей спины что-то коснулось. Губы женские поцеловали меня в щёку. И в этот самый момент... Проклятие, чёрт подери, я стал гусаром, да? Свет погас. Спасибо, Хьюго. Без света люди поддались хаосу. Все начали кричать, толкаться, бить по дверям, лишь бы выбраться. А потом мы услышали звук. Спасибо, мисс Меллон. Он был словно лезвие, воткнутое в глаз. Этот резкий звук прошёл через всю мою нервную систему. В тот момент мы все знали, что смерть пришла по нашей душе. Она ведьма была среди нас. Я начал слышать крики боли от своих соратников. Это была бойня. Я не мог поверить в происходящее. Монди, порк... Взмолился я. Не умею читать по-французски. И случилось чудо. Двери открылись и позволили небесному свету залить лифт. Дада очнулся из транса. И выпрыгнул из лифта, словно молния. И спасся из кошмара. Спасибо, Хьюго. Я вздохнул с облегчением. Мы были в безопасности. Но перед тем, как двери закрылись, пряча побоище, ледяные губы вновь коснулись моей спины. В этот раз они оказались у моих ушей. Они прошептали три слова. Три слова, которые я буду помнить всю свою жизнь. Работай. 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 Что она сказала мне? Работай, работай, работай. Это так весело. Прям кайфую. Я надеюсь, что вы не будете расслабляться в столовой. Ведь теперь вы знаете, что будет вас ждать. Хорошо, хорошо, хорошо. Люди, вы сегодня хорошо выглядите. Итак, похоже, у нас есть новый рекорд. О, Павел сейчас спросит наши обязанности. Да, ты. Ты, как тебя зовут, парень? Привет, меня зовут Пастернак. Парень, ты видишь эту лошадь? Да, конечно, конечно. Его зовут Дада. Так это он Дада. И он заменяет все мое мужское бессилие. Мне не надо ничего доказывать, когда я нададу. Нададь. Я высшее сознание. Я Шарлеман. Но ты внизу, ты никто. Если ты не сделаешь так, чтобы тебя заметили, если ты не будешь стоять прямо, гордо, выпить в грудь, и кричать, словно человек, охотящийся на мамонта, если ты не... Послушай, подойди ближе. Брось этот кейс. Тебе не пристало прятаться за щитом. Будь мужиком, бога ради. Ну? Ну? Твое имя? А, да, меня зовут Пастернак. Пастернак! Пастернак, ты знал, что твоя фамилия еврейского и европейского происхождения? Эээ, нет. Он означает Пастернак. Теперь это твое новое имя. Пастернак! Пастернак. Двулетнее травянистое растение из семейства зонтичных... Эээ, граниста бороз... Борозчатый себель достиг... А, черт меня дери, что же это такое все. Это Пастернак? Похоже на морковку. Окей, как скажете. Парень, я вижу, что тебе нужна мотивация. Нет, просто я супер мотивирован. С каждой ошибкой ты потеряешь 200 кредитов. Что? Пастернак! Кто ты такой? Эээ... 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 Блин, я не хочу про себя это говорить. Я... Трус! Фу! Моя лошадь не выносит твои вони. Я... Какое изысканное животное. Так, хорошо. Я дерьмо! Вы потратите. Но кем ты должен стать? Эээ... Лучшим. Что? Я тебя не совсем понял. Лучшим из лучших. И как ты собираешься добиться этого? Купив лошадь! Я тут подумал, что, возможно, я и не должен отвечать, как от меня хотят. И тогда я вольюсь просто в их среду. А, может, я не хочу этого делать. И деньги здесь особо-то и не важны. Надо. Этого недостаточно, Пастернак! Что еще ты можешь предложить? Свои кредиты! Вы потратили 200 кредитов. Ну-ка, 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 ну-ка! Так, как ты новичок, то я тебе дам мотивационное задание для твоей. Инициации. Это не обязательно, правда? Все в порядке. Я тебе делаю одолжение. Тебя определенно надо подтолкнуть. Что же это будет? Пусть Дада выберет, полковник. Как в старые времена. Отличная идея. Пусть Дада решает. Посмотрим. Дада. Какое мотивационное задание мы выберем для Пастернака? Хрю. Окей. О, отличная идея. Это реально? Каналья! Да-да, проявилось нисхождение. Выбрал тебе легкое задание. Пастернак, ты должен найти друга в офисе. Хм, но в каком офисе? Их много по всему зданию. Полковник, мне послышано, что это должен быть кто-то с четвертого этажа из Улья. Великолепно. Таким образом, между этажами возникнет синергия. Да-да, мой друг. Ты гений. Тебе ясно, Пастернак? Мне надо найти друга в Ульи. Отлично. И на этом мотивационный сбор окончен. Теперь за работу. Супер. Пашли в Ульи. Пастернак! Вот, ты оставил свой кейс в конференц-зале. Вы получили свой кейс. А-а-а, спасибо. Я все еще растерян после всего произошедшего. Ха-ха-ха, все в порядке. Лучше подыгрывать. Ты к этому привыкнешь. И я рад, что провернул трюк с лошадью. Полковник безумен, как шляпник. Кто знает, куда бы он тебя послал. Кроме того, отдел кадров в Улье. Подружись там с кем-нибудь. И, кто знает, возможно, они поднимут тебе зарплату. Или переведут на другую работу. Хм. Ну, еще увидимся. Хорошо, а здесь кто? А, на всех юга. Блин. Опа, здрасте. Пастернак? Ты человек из плоти и крови? А-а-а. Я человек из плоти и человек из крови. Из плоти, наверное. Ой, как разочаровывает. Ха-ха-ха. Я надеюсь, что у тебя есть туз в рукаве. А-а. Ну-ка. Мне нечего ей сказать. Поговорю с ней позже. По-моему, ты делаешь одни и те же действия. Привет, как дела? Я не могу. Я сказал нет. Извини, нет. Значит, мне тут невозможно. Здрасте. Привет. Ростов, а так? О, привет, дорогуша. Как у тебя дела? Как твой первый рабочий день? Ну, мог быть и лучше. Ты выглядел немного потерянным на мотивационном собрании. Если хочешь, я мигом расскажу тебе в подробностях, что и на каком этаже находится. Кроме зомби, у нас есть Соса и Мэппи. Они лучшие подруги и разговаривают только друг с другом. Я считаю, что они парочка, потому что такой уровень отстраненности ненормален. В любом случае, ты уже знаком с Сосой. Раз уж ты спросил, то у Мэппи еще хуже. И ты видел ее лицо? У нее какие-то проблемы с кожей, бедняжка. Еще у нас есть та змея Мэллоу. Я думаю, она тебя слышит. Отлично. Ты знал, что она раньше была моей подругой. Расскажу тебе об этом в другой раз. Постарайся к ней не приближаться. Также есть полковник Дюмонт. Ты уже лично с ним знаком. У него мания величия, но на самом деле он занимает незначительную позицию. Я бы сказал, что он находится ниже нас. А Хьюго? О, Хьюго, ты назвал худшего человека среди всех. Он свинья, придурок и хулиган без капли чести. Но он работает дольше всех в компании. Он работал здесь еще до меня. И если у тебя появятся проблемы, то он знает компанию лучше всех и всегда готов помочь. Посмотри, посмотри. У меня были проблемы с сосном. И Хьюго дал мне эти таблетки. Волшебное лекарство. Ого, у тебя огромные мешки под глазами. Не хочешь пилюльку? Нет. Нет, спасибо. Я нормально сплю. Кстати, ах, Хьюго. Сегодня у него день рождения. И мы хотим позже устроить вечеринку-сюрприз в столовой. О, ладно. Может я загляну. Посмотрю, будет ли у меня на это время. Что? Он твой коллега. Ты должен пойти. Что более важно, ты должен помочь нам все приготовить. Ты не можешь избежать этого, сладкий. Тебя предупредили. Блин. Ну, видимо, надо. Вы получили батарейку. Отлично. Ой. Здесь ничего нет. Отлично. Много воды. Все, пусто. Пусто. Опа. Возвращаю бабосики. Ой, стой. Не прочитал. Еще раз. Это финансовая статья, которую кто-то вырезал. Датирована маем 71-го года. Быстрые и неожиданные колебания акции Синтеркорп. Одной из самых неожиданных компаний за последние десятилетия. Поставил под сомнение крупнейшие мировые биржи. Эксперты прогнозируют, что если ситуация продолжится до конца года, то международное сообщество может настигнуть кризис, которому не было равных. Окей. Получили лапшу быстрого приготовления. И лист ведьмной бумаги. Отлично. Опа. Вот еще человек есть. Привет, как дела? Хорошо, отлично, супер, хорошо. Гипер, хорошо, мега, хорошо, ультра, хорошо. А с тобой можно поболтать? Мне нечего сказать. О, окей. Она душа компании. Все смотрят на нее. Все ей восхищаются. Здравствуйте. О, она просто сухой. Цепь. Да, 150 кредитов и мы купили батончик. На всякий случай, на всякий случай. Ага. Здесь уже никого нет. Это видеокассета, названная видеоклуб Мистерио. Из стока. Вы получили видеокассету. О, мы можем посмотреть. И это надо срочно сделать. Тут ничего нет. Вы получили шоколадный батончик из сортира. То, что нужно, чтобы восстановить здоровье. Спасибо. Ух ты. Прикольно. А можно мыло мыть? Мыло мыть нельзя. Хорошо. Итак. Опа, карандаши. Да. Вы получили карандаш. Растворимый кофе стоит 125 кредитов. Нет столько денег. А сколько мне денег, кстати говоря? 80. Очень мало. Привет. Мэйпи. Она меня не слышит. Она слышит музыку. Я не слышу тебя. Я слышу музыку. Если тебе надо что-то купить, бери и оставь деньги. Хорошо, спасибо. И опять я не слышу тебя. Давайте зайдем в наш офис. Спросим у Хьюга, как у него дела. Стоп. Сначала вот ты. Привет. Хорошо. Давайте забабахаем кофе. Да. И еще. Все. Так, чтобы спросить. Полковник, Димон, ты ведьма. Все, что Димон говорил о ведьме, что это все значит? Она обратила внимание на это. Я знал, что ты меня спросишь об этом, Пастернак. Я надеюсь, что полковник тебя не сильно напугал. Есть легенда, которая уже некоторое время разносится по этажам. Что в компании есть ведьма. Я тебе об этом не рассказывал, потому что не хотел тебя еще больше пугать. Первый день. Но мне придется тебе рассказать. Я уже давно знаю, кто это ведьма. Ну, не может он знать. Не может он знать. Я уверен, что это точно не она. Поскольку это было бы слишком просто. Я чувствую ее присутствие. Она очень-очень близко. Где ты прячешь метлу, Соса? Я, если серьезно, я знаю, что люди из низших классов более суверны. Но ты же не поверил во всю эту чушь, не так ли? Я, конечно, нет. Окей, хорошо, выход. Ладно, он просто пошутил. Давайте пообщаемся с интро. И она наверняка что-то скажет на этот счет. Итак, полковник Димон. Я сходил на мотивационную встречу. О, мой бог, этот парень сумасшедший. И после всего, что случилось сегодня, не уверен, что удивлен этому. Эти встречи организованы для повышения вашей продуктивности и эмоциональной ценности в компании. К твоему сведению, он дал мне задачу. Похоже, мне надо подружиться с кем-нибудь на четвертом этаже. Понятно. Хотите, обниму? Что? Объятие. Это термин, обозначающий прямой выброс экситоцина вашим нейротрансмиттером. Что соответствует реальному объятию продолжительностью 20 секунд. Это не обязательно, спасибо. Тогда я хочу попросить сделать приоритетом уничтожения ведьмы. Задание по мотивации не обязательно. Не забудьте, ради чего мы вас наняли, мистер Пастернак. О, да. Ты ранее называла меня Брайаном, а теперь снова зовешь меня мистер Пастернак. Возможно, извините за ошибку, мистер Пастернак. Нет-нет, зови меня Брайан, пожалуйста. Мистер Пастернак больше подходит для моего отца. На окраинах молодых людей зовут по имени, а не фамилии. Исправляй ошибку, как пожелаешь, Брайан. Ну что ж. Не, я все-таки хочу... Я все-таки хочу пойти туда. На четвертый этаж. Есть с кем мне подружиться, но сначала мы, конечно же, посмотрим на этот бардак. Так, ничего интересного. А, погодите. Погодите. А почему я не могу воспользоваться фонариком своим? Не могу, и все. Так. А, вот. Надеть. Смотрите. Пусто. Видите, там сколько крови. Так, хорошо. Убираем. Как его убрать-то? Странно, что не работает так клавиша по быстрому экипированию фонаря. Немного неудобно. Давайте сохраним нашу душу. Фотокопия души сделана. Побежали вниз, побежали вниз. Знаете чё? Я думаю, это хороший момент, чтобы остановиться. Мы сохранились. У нас на очереди будет задача подружиться с кем-то на четвертом этаже. И также мы будем продолжать искать ведьму. Друзья мои, просто, я не знаю, давайте попрощаемся здесь. Я оставлю вас и себя восхищаться этой игрой мысленно. Уже делали другие дела. Просто, реально, это очень крутая игра. И давно вот такого не было, чтобы я сидел. И мне просто вот хотелось, как, знаете, как зрителю, как тому, кто смотрит кинцо добротное. Вот просто сидеть и смотреть. И я даже как будто не управляю. Я просто наблюдаю за тем, что происходит за сюжетом. Очень прикольная игра. Огромное спасибо. Я надеюсь, что вам всем тоже нравится. И надеюсь, что вы останетесь со мной до конца этой игры. Пройдёте её вместе. Может быть, даже если не настолько зацепят, мы сможем там попробовать другие варианты сделать. И попробовать другие концовки. Уже с вашими, допустим, пожеланиями. Посмотрим, короче, как будет всё. Огромное спасибо всем, что смотрели. Всем поцелуйчик и пятюли. Если вы готовы, то прямо сейчас шлёпните. Раз, два, три.